Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Короненко. Здравствуйте! Здравствуйте, Лиза! Светлана Александровна, уже совсем скоро наступит 2021 год. Какие изменения в пенсионной сфере ждут колымчан? Ну, традиционные. По большей части у нас всегда в начале года проходит индексация пенсий. ЕДВ мы индексируем, проводим завершение года. Ну, это традиционные, а есть и нетрадиционные. То есть Пенсионный фонд продолжает внедрять новые сервисы. И буквально вот с начала года мы ожидаем новый электронный сервис. Это информирование семей, когда граждан отдельных, разных. По зависимости от какой-то возникшей жизненной ситуации. Их много таких жизненных ситуаций. Мы уже с 1 января начнем реализовывать одну из них. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об информировании населения. Как это будет происходить? Что для этого нужно сделать? Ну, вот первая такая жизненная ситуация, которую мы будем разрабатывать, и по поводу которой будем уведомлять семьи, это рождение ребенка, появление в семье детей. Но как обычно происходит это сейчас? Конечно, мер поддержки государства существует большое количество. Но я так думаю, многие люди, как вы, например, мы же их не знаем, полный перечень, да, на что мы можем рассчитывать. Так вот уже с 1 января семья, в которой появляется ребенок, будет получать уведомление от портала Госуслуг, через портал Госуслуг, вернее, о том, на какие, на полный перечень мер, на которые семья имеет право. Ну, конечно же, для этого обязательно должна быть она зарегистрирована на портале Госуслуг. И это мы часто с вами обсуждаем, да, на вашем канале, и не только на вашем канале. То есть для того, чтобы получить такое уведомление, мама, в этом случае это мама, обязательно должна быть зарегистрирована и пройти полный цикл регистрации. То есть у нее должны быть доступ ко всем, не общей информации, а именно к персональным данным. И, кроме того, она при регистрации должна поставить еще галочку, есть там такая на портале Госуслуг, с согласием о получении таких уведомлений. И тогда при рождении ребенка, практически буквально в короткое время, после того, как будет зарегистрирован ребенок, придет такое сообщение о том, с полным спектром, как говорила выше, мер, которые может государство ей с этой ситуацией предоставить. Можете еще привести пару примеров, как это будет происходить, чтобы и нам, и зрителям было ясно? Ну, как уже говорили, через портал Госуслуг, да, родился ребенок, семья пришла, зарегистрировала его в ЗАГСе, это обычная процедура у нас. Информация о том, что рождение зафиксировано, поступает в федеральную базу данных, единая государственная система, получает там информацию система и уже объединенную информацию по месту жительства, который на портале Госуслуг помечет, приходит сообщение. Бывает так, что семья живет, ну, зарегистрирована в одном месте, а проживает фактически в другом. Маме может быть задан вопрос, и, скорее всего, он будет задаваться, в каком регионе вы фактически находитесь. И уже в зависимости от ответа мамы, ей придет сообщение, какие меры поддержки региональные предусмотрены для каждой семьи. Ну, например, у нас по сегодняшний день региональный материнский капитал, он отличается в зависимости от региона. Перечень документов, необходимые для подтверждения, там, процедура его получения, еще какие-то нюансы. Например, прожиточный минимум ребенка по компенсации выплат, которые может иметь семья даже из федерального материнского капитала, тоже сумма другая, чем она, например, в Калининграде и в Магадане, потому что зависит от прожиточного минимума в конкретном субъекте. Поэтому будут учитываться все вот эти параметры, и семья будет получать, повторюсь, полную информацию о том, на что она может рассчитывать в связи с той или иной жизненной ситуацией. Будет еще уведомление о возможностях, о поддержке возможной со стороны государства при наступлении инвалидности. И следующая тема, которая тоже не за горами она уже, это получение пенсии. То есть тоже человеку будет рассказано, что, где, когда, в какие сроки, и что в связи с этим, какие права он приобретает. Ну, например, региональные меры поддержки. Например, там ЕДВ, старожилы у нас в Магадане, это привязано к факту становления пенсии. Например, компенсационные выплаты по коммунальным расходам, которые несет пенсионер. Если он еще не является пенсионером, у него нет такого права. А статус появляется такой, то есть расширяется перечень поддержки региональной. И таким образом людям не нужно будет разыскивать по сайтам, по отдельным, по ведомствам ходить. А вот я услышал, а мне там друг сказал или брат, придет полная информация, которая человеку расскажет. Все, куда, по каким телефонам, в какие сроки нужно обратиться и нужно ли. Либо какие-то меры поддержки, они осуществляются в проактивном режиме. То есть без участия, без воли изъявления гражданина. Удобно. Поэтому двигаемся в этом направлении. Семьи с невысоким доходом, у которых есть право на материнский капитал, могут обраститься за выплатами. Какой будет их размер в следующем году? Ну, поскольку выплата зависит, чуть выше мы об этом уже коснулись вопроса, зависит от утвержденного региональным законом размера прожиточного минимума. Для семьи, которая имеет право на материнский капитал, да, она может расходовать средства маткапитала на свои повседневные нужды. То есть если нет потребности приобретать жилья, может быть и есть, но сегодня важнее ситуация такова, что важнее поддержка и ежемесячная на содержание детей и так далее. В этом случае, если у семьи средний душевой доход на каждого члена семьи менее чем двукратный прожиточный минимум трудоспособного населения в Багаданской области в 2021 году в наступающем, это будет 43 880 рублей. Так вот, если доход всех членов семьи собираем в одну кучку, делим их на число членов семьи, и если доход на каждого менее названной мной суммы, в этом случае семья получает право расходовать материнский капитал на свои повседневные нужды, на памперсы, на продукты и так далее, как ей это удобно. И в этом случае выплата составит в следующем году, в этом году она 21 052 рубля, а в следующем году она выше с учетом коэффициента инфляции. Поэтому да, можно писать заявление, те, у кого есть право, а это до трех лет детишки появившиеся, которые принесли право семье на материнский капитал, можно обращаться. Таким образом, для того, чтобы семья получила право, нужно подсчитать доходы, и если он, как говорила выше, более 43 000 рублей, то в этом случае можно уже задавать вопросы и, собственно говоря, обращаться за выплатой. Светлана Александровна, до конца года осталось совсем немного. Все ли работающие колымчане перешли на электронный формат трудовых книжек или оставили обычный? Знаете, не все, конечно. Сегодня преимущественное число людей сохраняет за собой пока право на бумажную трудовую книжку. По-прежнему работает у нас привычка. Все люди, нам комфортнее существовать в привычных условиях. Когда появляются какие-то новые введения, надо еще их оценить. И поэтому, нет, далеко не все, но это не так актуально, как, собственно говоря, сам факт того, что человек сделал выбор. У нас еще не все работодатели и не на всех своих сотрудников представили информацию о выборе гражданина. Какую именно форму введения книжки выбрать – это право человека. Но выбор сделать он обязательно должен до 31 декабря этого года. И мы уже об этом неоднократно говорили, еще раз обращаю внимание. Если человек имел возможность подать заявление, но этого не сделал, то он будет продолжать, вернее работодатель будет продолжать ввести его трудовую книжку на бумаге до тех пор, пока он продолжает работать у данного работодателя. Как только он сменит работодателя, следующий уже не будет иметь право ввести записи в его бумажной трудовой книжке. То есть сейчас обязательно сделать выбор. Просто зафиксировать, что я такой-то, такой-то Иван Иванович Иванов хочу продолжать ввести на бумаге. И тогда это право за ним останется до тех пор, пока он его не поменяет. Но если проигнорировать ситуацию и не сделать этот выбор, то в этом случае уже дальше его просто не будет в следующем. И тут я бы рекомендовала нашим землякам обязательно, если не писал еще заявление такого рода, то обязательно обратиться к своему работодателю и задать вопрос, а почему же вы вот у меня не берете и про меня ничего не подаете и не спрашиваете. Потому что это очень актуально, это нужно сделать обязательно. Скажите, пожалуйста, вот если человек все-таки выбрал электронный формат, что делать с бумажным вариантом? Стоит ли его хранить или нужно избавляться от него или что с ним делать вообще? Нет, конечно, не нужно избавляться. У нас с вами много бумажных документов, которые пока еще остаются с нами. Тот же паспорт, мы же даже кто-то там переходит на какие-то иные формы взаимоотношений, какой-то заменяющий документ, но мы же его не выбрасываем. И трудовая книжка точно также, пусть она благополучно лежит дома. Привожу пример свидетельства о рождении, наверняка у вас оно есть. Вы его храните, да? Далеко не каждый день мы его там вытаскиваем для каких-то целей, но оно среди документов у нас хранится. И трудовую книжку тоже нужно хранить. Но думаю, что необходимость ее хранить, она останется недолго. Потому что сейчас уже по поручению председателя правительства отрабатывается предложение в закон, изменение в законодательство. Когда мы восстановим все предыдущие записи человека в трудовой книжке до 2020 года и внесем их в электронную трудовую книжку. То есть тогда полный объем всего трудового стажа человека будет присутствовать у нас в пенсионном фонде как у оператора ведения этой электронной трудовой книжки. Ну и тогда мы будем ее хранить уже просто как сувенир. А пока, пока лучше хранить. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь хорошие новости для пенсионеров? Насколько я понимаю, каждый год пенсии индексируются и, соответственно, вопрос будет ли индексация в 2021 году? Да, индексация в 2021 году будет. У нас уже утвержден закон о бюджете пенсионного фонда на 2021 год. У нас уже предусмотрен коэффициент индексации страховых пенсий. В Магданской области у нас из 46 тысяч получателей 41 получают страховые пенсии. И вот это вот, скажем так, львиная часть, львиная доля получателей пенсий по линии пенсионного фонда. С 1 января их пенсии будут проиндексированы. Коэффициент индексации составляет 6,3%. Самый простой способ посчитать свою добавку, это получаемую пенсию сейчас, которую в декабре получили, умножить на 6,3% и получим сумму, ну, например, если 20 тысяч человек получает пенсию, грубо говоря, в круглом объеме, то доплата увеличения размера пенсии составит 1260 рублей. Другая сумма, соответственно, другая и сумма к доплате получится у него увеличение размера. Но нужно иметь в виду, что работающие пенсионеры по-прежнему к выплате у них сохраняется старый размер. Например, мы в базах данных все пенсии индексируем, у нас они фиксируются по новому размеру, и в личном кабинете можно увидеть, если зайти в личный кабинет свой на сайте пенсионного фонда, можно увидеть фактический размер, на который человек имеет возможность рассчитывать при увольнении. Законом предусмотрено, помните, что неиндексированную сумму человек продолжает получать, пока он работает. Уволился, ему актуализируется размер его пенсии, и он начнет получать все, что с учетом всех индексаций, которые были за период его работы. Что еще с апреля месяца? Обычно с апреля месяца у нас индексируются социальные пенсии. Здесь размер индексации зависит от темпа роста прожиточного минимума пенсионера. Пока еще не обозначена цифра, мы ее расскажем, как только будет утверждена она. И с 1 февраля будут индексироваться ежемесячные денежные выплаты. И увеличение составляет 3,8%. Ожидается. Пока еще тоже она не вышла. У нас около 7 тысяч получателей ЕДВ федеральных. Именно вот этих людей коснется увеличение их, помните, набор социальных услуг. Если человек монетизирует, он на руки получает ЕДВ. Зависит от категории и размера. Так вот та сумма, которую человек получает, она будет увеличена на коэффициент индексации. Повторюсь, это 1 февраля. Но еще в этом году у нас несколько нестандартная новость для пенсионеров. Достаточно молодых может быть. Не буду сочинять, сколько лет назад. У нас всегда в декабре месяце проходила досрочная выплата пенсии. Мы всегда это делали. Если дата выплаты приходилась на выходной день. 1-2 января, праздничные дни, красные дни календаря отдыхают все. В том числе и сотрудники наших партнеров, которые производят выплаты или доставку. Как мы привыкли говорить. Например, почта. Мы длительное время переводили наших получателей пенсии с 3-го числа выплату. 1-е, 2-е освободили от выплаты. Чтобы не заниматься вот этим достаточно сложным финансовым образованием. Как нам разрулить потоки финансовые. Когда деньги, которые должны быть выплачены в январе, мы их переносим на этот год. Взаиморасчеты сложны. Достаточно. И для людей возникает некоторая напряженная ситуация. Хотя приятно в канун праздника получить еще и за январь. Но получили, съели. И в январе уже потом ожидаем неизвестно сколько долго. Так вот, в этом году как раз сложилась такая ситуация, что почта 3-го января отдыхает. Потому что 3-й января это воскресенье. Они как все нормальные люди, выходные такие красные, они тоже отдыхают. Начнут работать с 4-го числа. И поэтому всем нашим пенсионерам, которым пенсия выплачивается 3-го числа, установленная дата выплаты. Им пенсия за январь будет выплачена 29-го и 30-го числа. В любой из этих двух дней. Если доставка осуществляется домой, то почтальон придет домой. Если человек получал это в офисе почты, то значит ему нужно обязательно прийти. Но вот пользуясь случаем, прям убедительно прошу прийти 3-го и получить обязательно свои выплаты. Потому что закончилась работа 29-го и 30-го числа. 31-го числа почта подведет итоги, предоставит нам отчет, сообщить нам сколько кому не оплачено. Мы должны будем по новой сформировать выплатные документы на остаток. На тех людей, которые не успели по какой-то причине получить. Понятное дело, что 4-го числа эти документы на почту поступить вполне возможно не успеют. И тогда нужно будет какое-то время подождать. Поэтому вот мы еще будем давать пресс-релизы еще дополнительные. Будем призывать людей, сообщать накануне для того, чтобы не забыли. Но и сейчас, пользуясь случаем, еще раз обращаю внимание, что за 3-е число выплаты будут осуществляться 29-го и 30-го. Ну вот как бы если коротко, то новости ближайшие такие. И кроме досрочной выплаты на пенсию, на почту, через почту, когда люди получают пенсию нашу, у нас достаточно традиционная история. Не совсем новости, но тем не менее напомнить необходимо. Если день получения пенсии приходится на период праздничных или выходных дней, она по законодательству не может быть выплачена после этого дня. То есть в любом случае почта или кредитная организация мы обязаны выплатить человеку до наступления этой даты. И вот у нас в этом году 10-е число января. Все, кто получают пенсию в кредитной организации 10-го числа, получат ее в конце декабря, 31-го числа. 30-го мы перечислим, 31-го она наверняка будет зачислена людям на счета. А уже следующая дата выплаты 15-й. У нас три даты выплаты в кредитной организации. 10-е, 15-е и 21-е число. Так вот уже 15-е число будет выплачено в установленное время. А за 10-е число наши пенсионеры через кредитные организации, которые получают, получат ее тоже в декабре, так же, как и пенсионеры, получающие 3-го января через почту. Касаемо пенсионеров, продолжается повышение пенсионного возраста. Во сколько люди начнут получать пенсию в 2021 году? У нас осуществляется постепенный переход на повышение возраста пенсионного на 5 лет. Он такой поэтапный, плановый. И в 2021 году возраст, привычный для выхода на пенсию, будет увеличиваться на полтора года. То есть, если ранее в старом законодательстве наши северянки выходили на пенсию в 50 лет, а мужчины северяне в 55, то теперь этот возраст увеличивается на полтора года. То есть, женщины будут выходить на пенсию в 51,5, а мужчины в 56,5 лет. Постепенно мы придем к полному повышению. То есть, женщины будут выходить на пенсию в целом по Российской Федерации в 60 лет, мужчины в 65 лет, наши северяне, если у них, конечно, выработан полностью северный стаж, есть 15 лет работы в районах Крайнего Севера, есть полный страховой стаж, то есть, человек активно работал всю свою трудовую деятельность, осуществлял в течение всей своей жизни, то в этом случае женщина будет выходить на пенсию в 55, мужчина в 60. То есть, по-прежнему на 5 лет меньше, чем в целом по Российской Федерации у северян сохраняется эта льгота. Ну и сохраняется льгота наша привычная для девушек, женщин, у которых есть 12 лет работы в районах Крайнего Севера, и двое ребятишек они родили и вырастили. В этом случае у них по-прежнему их выход в 50 лет сохраняется. Поэтому, пользуясь случаем, пока еще у кого сохраняется возможность, и планы были на второго ребенка, то подумать о том, что пенсия на 5 лет ранее, это, в общем-то, тоже совсем неплохо. Светлана Александровна, 22 декабря у Пенсионного фонда юбилей. Что вы можете пожелать, может быть, сотрудникам, ну и нашим зрителям в честь Нового года? Да, 22 декабря это день рождения нашей системы Пенсионного фонда. Она, конечно, эта дата актуальна и важна, я думаю, не только для сотрудников Пенсионного фонда, потому что, ну, например, на нашей территории мы поддерживаем жизнедеятельность, обеспечиваем ее, выплачиваем пенсию практически третьей части населения на территории нашего региона. И в стране в целом это также. То есть деятельность фонда, она касается, ну, в сегодняшней ситуации, она практически от рождения и до завершения жизненного пути человека. Мы с НИЛС и выдаем, как только родился ребенок, мы его уже присваиваем. Тот же материнский капитал, молодые семьи, да, те же инвалиды, люди становятся инвалидами в любом возрасте, это может случиться. И здесь поддержка, и пенсия по инвалидности, и ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, как мы говорили. Много-много-много других параметров. Электронная трудовая книжка. Сейчас идет формирование единой государственной системы социального обеспечения, оператором которой является Пенсионный фонд. Развитие сервисов, часто очень сервисы, которые касаются населения, Пенсионный фонд является локомотивом, потому что мы первыми, как правило, внедряем какие-то формы взаимодействия с гражданами. Поэтому этот праздник, он такой достаточно обширный и значимый, считаю, не только для коллектива нашего, но и для действительно людей в целом. И, конечно, пользуясь случаем, я поздравляю своих коллег с этим праздником, особенно тех, кто отдал системе много лет. Поле деятельности непростое, оно связано с контактами с людьми, которые не всегда удовлетворены тем, что они получают, но не всегда то, что мы предоставляем, зависит от нас. Мы стараемся и мои коллеги на местах, на первом уровне в клиентской службе и более высокого уровня. Они всю свою трудовую деятельность посвящают благу людей. В рамках законодательства, которое нам позволяет, мы стараемся максимально комфортно предоставить государственные услуги, которые относятся к компетенции Пенсионного фонда. И поэтому я поздравляю своих коллег от всей души и желаю, конечно же, всего самого-самого лучшего, самого крепкого здоровья, потому что часто очень терпение и понимание того, в какой сфере мы работаем и для кого мы работаем. А надо сказать честно, мы это хорошо понимаем. И, собственно говоря, отдаем не только трудовое время свое, но и душу часто вкладываем. Ну и, конечно, наступающие новогодние праздники. От всей души хочется пожелать всем, и коллегам, и землякам нашим, чтобы вот этот уходящий год, он забрал с собой все те непривычные, скажем так, неприятности, неудобства, которые пришли с его приходом, чтобы канула в лету изоляция, разобщенность, чтобы вернулся привычный образ жизни наш. Мы хлебосольный народ, мы любим собраться за столом, отметить юбилеи, в том числе и корпоративные, и Новый год. И хочется, чтобы все это забылось, как какой-то такой страшный сон, вернулась наша нормальная жизнь, свободная, активная, на природе, в ресторанах иногда, в магазинах, в офисах, чтобы мы сняли украшения с лица своих непривычные для нас, чтобы все были здоровы. Конечно, самое главное. Это самое главное. Да. Светлана Александровна, спасибо за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». И мы беседовали с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Коруненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова